Отчёт о результатах работы своего ведомства за 2012 год представила депутатом начальник Думи Надежда Лихачёва. Основными задачами и функциями департамента были и остаются эффективное использование муниципального имущества и увеличение за счёт этого доходной части бюджета. Согласно отчёту за 2012 год, в городской бюджет поступило около 58 миллионов рублей, что на 7 миллионов рублей больше, чем в 2011-м. Специалисты спрогнозировали и ожидаемую прибыль по отдельным направлениям работы отдела. Ожидаемое поступление денежных средств от аренды муниципального имущества в 2013 году планово составляет 7 миллионов 123 тысяч 945 рублей. Однако эта сумма в течение года может увеличена. Увеличение произойдёт в результате проведения аукционов и заключения новых договоров аренды. Депутаты в целом одобрили результаты работы департамента, а присутствующие на заседании почётные граждане задали важный, волнующий многих ангарчан вопрос – что будет с главным долгостроем Ангарска. Как используется часть здания школы, построенная в седьмом микрорайоне? Там часть здания построена, она что, пустая стоит, пустой стоит здание или как-то используется? Глава Ангарска Владимир Жуков признался, что школа – это головная боль городской администрации. Готовность здания на сегодняшний день составляет 75%. Его частичное использование невозможно. Объект должен быть сдан полностью. Но это, скорее всего, произойдёт нескоро. Дело в том, что после этого факта закрыли, приостановили строительство, изменились санитарные и строительные новые правила. И для того, чтобы продолжить необходимо вести экспертизу. Школу начали строить около 20 лет назад по индивидуальному проекту с бассейном и клубным блоком. Строительство приостанавливалось несколько раз, в основном из-за отсутствия финансирования. Сейчас, чтобы продолжить работы, необходимо получить положительное заключение экспертизы. Как заявил Владимир Жуков, городская администрация сделает всё возможное, чтобы ускорить процесс. Уже в ближайшее время он намерен обратиться в Министерство образования Российской Федерации. Наталья Никифорова, Владимир Селиванов, Местное время.